Давайте понаблюдаем за гнездом небольшого куличка камнишарки, или Аринария Интерпресс. Камнишарки обычно устраивают хорошо укрытые гнезда в куртинах травы или между камнями. Найти спрятанное гнездо – это отдельная непростая задача. И в 2017 году я снимал на видео как раз такое – укрытое гнездо. Однако, часть соловецкой популяции делает гнезда абсолютно открытыми. И в этом 2019 году я установил камеру как раз рядом с гнездом открытого типа. В гнезде хорошо видны четыре пёстых яйца. Вот так они выглядят крупным планом на фотографии. Рядом с гнездом, за которым мы наблюдаем, расположено гнездо еще одной морской клоняйной птицы – полярной крачки. Кстати, вот и она собственной персоной. До просмотра этой записи я был убежден, что самая скандальная и беспокойная птица Белого моря – это крачка. Однако, именно Камнишарки за четыре часа видеозаписи многократно, и как мне показалось беспричинно, инициировали драку. Вот смотрите. Вот еще. И вот еще. Если в полете крачка без труда уворачивается от Камнишарки, то когда она сидит на земле, у Кулика появляется преимущество. Несколько раз Камнишарки шли в атаку вдвоем, делая это преимущество просто подавляющим. Камнишарки шли в атаку вдвоем. Многие авторы описывают, что Камнишарки, в отличие от других калюков, иногда разоряют гнезда и выпивают яйца других птиц. Я сам никогда не наблюдал такого явления. Возможно, что поведение наших героев объясняется не только добрососедскими интересами, а в том числе гастрономическими. За время наблюдения Камнишарка оказалась на гнезде крачки одна, без присмотра. Поведение птицы выглядит достаточно подозрительно. И, возможно, если бы ее не спугнули, мы бы стали свидетелями разорения гнезда крачки. Почти час после установки камеры Камнишарки не возвращались к насиживанию. Птицы поочередно подходили к гнезду, но вид камеры пугал их, и они отлетали. Длительное отсутствие родителей могло бы навредить кладке, если бы не прекрасная теплая погода во время съемки. Допускаю, что птицы проявили бы большую смелость, если бы на улице было холодно. Однако, в любом случае, хорошенько подумайте, прежде чем решите устанавливать камеру рядом с гнездом самостоятельно. Наконец, когда Камнишарки поняли, что штатив не представляет опасности, одна из птиц начала насиживание. Хотя четкого полового деморфизма у этого вида нет, можно с уверенностью сказать, что птица, севшая на гнездо – самка. Сейчас две птицы находятся рядом, и хорошо видно, что белого цвета на голове у самца немножко больше, чем у самки. Также заметно, что рыжие пятна на крыльях самца немного ярче. Процесс насиживания достаточно стандартен. Раз в 15-20 минут птица приподнимается и перемещает под собой яйца, чтобы обеспечить их равномерный нагрев. Жизнь на колонии морских птиц полна суеты. Крачки при малейшей опасности поднимаются в воздух и начинают атаковать источник беспокойства. За время наблюдения всеобщая паника на острове случалась около пяти раз. Вот сейчас, например, хорошо слышно, что где-то рядом каркает злой враг всех морских птиц – серая ворона. После того, как нарушитель был отогнан, птицы, включая наших героинь, возвращались к насиживанию. Иногда на соседних гнездах крачек случались милые семейные сценки. Например, сейчас самец приносит самке рыбку в качестве подарка. А в этом эпизоде одна птица заменяет другую на гнезде. В этом случае соседка нашей камнишарки решила провести очередной этап ремонта строительных работ. Пара минут она боролась с засохшим прошлогодним стебром. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА За четыре часа наблюдения самец камнишарки несколько раз подходил к сидящей самке, и они вели какие-то важные переговоры на своем языке. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смотрите, какую характерную позу занимает самка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так заканчиваются наши наблюдения за открытым гнездом камнишарки. Задавайте вопросы в комментариях и посмотрите мои другие видео о наблюдениях за беломорскими птицами. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА